Добрый день! Добрый день, шановные друзья! Мой сегодняшний співрозмовник не просто увійшов с телеэкрана в нашу селью, он увійшов в наши сердца. Сегодня у нас в гостях на перевершенном имяно легендарный Вахтанг Кикабидзе. На первые свои гастроли вы поехали как в Вахтанг Багратиони. Да. Почему? Потому что директор, чтобы он не узнал, что меня взяли, они же меня забраковали тогда. Директор училища филармонии? А пришел администратор, который на худсовете сидит. Он сказал, если поменяешь фамилию, я тебе возьму. Он что-то увидел по мне, наверное. Я маме сказал, что делать? Возьми, говорит, мою фамилию, что лучше это может быть. И эта статия до сих пор у меня дома лежит. Самая единственная газета, когда меня ругали. И вот выходит, говорит, худой, нервный молодой человек, и орет хриплым голосом микрофон. Вот так заканчивалась статия. Вы курите одну сигарету за другой в эпоху, когда курить уже не модно, когда везде запрещают курение. Вы курите с девяти лет, да? С шестьдесят шесть лет курю. И бросить не хочется? Не могу. У меня такое ощущение, что я умру, если у меня не будет. Один раз у меня кончились сигареты, а я заначки где-то держал, значит перевернул весь дом. Очень было смешно. Я не летал к сыну. Почему? Потому что самолет же не курят. Далеко две часов надо лететь. И он говорит, я придумал. Он звонит, я говорю, как? Что? Что? Через какие полицяницы? Я узнаю, ты разрешат курить, говорит, в кабине. Я так подумал. Я говорю, мол, может быть, да. И мы вылетели с женой отсюда. Поднялись в самолет, там девочки улыбнулись, нам сели, все. Пристегли, пристегнулись, взлетели, взлетели, все. Потом она проходит еще воду. Я говорю, а у вас они курящие? Это первый час еще летом. Она говорит, а в чем дело? Вот я говорю, мне плохо. Я говорю, пойду, скажу. Дети меня позвали. Но они думали, что я одну покорю и уйду. Дети, что я там сидел? Они с желтого света стали все. Вся анекдоты, как они рассказали, они в обморок. В общем, прилетели. Через три месяца я из Москвы летаю. Я опять за этот самолет. И эта же команда. Когда меня увидели, я с вами говорю, нет. Они говорят, нет. – Значит, курите вы. А пьете? – Ну, я пил, дай Бог, хорошо так. Мог выпить. – Чачу? – Чачу, водку в основном. Вино я не очень пил из-за язвы. – Да, чачу можно, 70 градусов, да? – Наверное, нельзя. – А вину нет. – 74. – 74? – Наверное, нельзя, да. – Сейчас уже нет, все, не пьете? – Сейчас не разрешают уже, все. – Это проблема была, выпивка когда-то для вас или нет? – Нет. – Нормально все было? – Нормально. Я вставал, не качаюсь, уходил нормально. У меня не было похмельного синдрома. Чай выпил, все нормально, работал. – Вы много могли взять на грудь? – До трех бутылок мог. – Чачи? – Да. – За один присест? – Да. – Так вы герой? – Герой Советского Союза. – О вас много ходило слуха в свое время. Я помню, говорили о том, что у вас в Кении растет дочь черная. – В Кении? – Было такое? – Я не слышал. – Никогда не слышал. – Какие слухи о себе вы слышали? – Ну, говорили, что вы не грузин и армянин. – Это я тоже помню. – Это напечатано было даже. – Даже не вся. – Фамилия какая-то была там смешная. Саркисиан или что-то. – Да. – В Чикаго идет концерт. В Чикаго перешла около 3000 мест. А Ира, у нее она свое стуло дала женщине, у нее слоновый болезнь была с тяжелыми ногами. И она посадила. Она же не знает, что это моя жена. И она за ней около стенки стояла. И я пою эту песню «Во евреи живите вечно». – Да-да. – И вдруг эта женщина навязала. А там муж сидел в третьем ряду впереди. – Боня! – Друг она закричала, все обернулись. – Так он Вахтанчик-то наш. – Есть, я знаю, история, как вам шесть раз подряд на Новый год присылали шикарную ель. – Ель куда? – Что это за история, Вахтан Константинович? – Ну, когда первый раз прислали, мы уже наряжали эту нейлоновую нашу дома, которая была. В интернете позвонили звонок, позвонил дверь. Мальчик стоит лет 16-17 с елкой живой. И он не знал, видно, чья квартира, куда он принес. Ему дали деньги, и он принес. И он так говорит, «Дядя Вахтан, это в Визе живете?» – Я говорю, «А что такое? Вот вам передали». – Я говорю, «Ты его не знал, он мне заплатил, сказал поднять». Мне так приятно стало. Они убрали эту елку, начали ее наряжать все. И я потом в городе рассказывал, кто-то мне прислал, и, может, кто-нибудь слышал. Ну, никто ничего. Год прошел, а опять прислали. Опять. И уже мы привыкли. Мы ждали уже, не наряжали лодку, елку, знали, что придет. И через пять или шесть лет друг мне прислали. Я как-то пошел навещать одного друга в больницу. Фрукты какие-то взял с собой, там что-то зашел. Когда из лифта вышел, там еще несколько лет, здесь надо было пешком подняться на этаж. А там урна стоит, и несколько больных стоят курят. Я поздоровался, прошел. Потом ему сказали, я говорю, пойду покурю там. Я говорю, сейчас приду. А там уже один стоит. И я почти обратил внимание. Он одну бросил, вторую закуривает. Одну. Он так на меня осмотрел. Я говорю, тут же не могу вам ёлку прислать. Он даже сейчас перехватывал. И говорит, мне так стало стыдно вдруг. Рак у него был. Ухровидно был связан с леса, с чем-то вот, по профессии. Удивительные вещи происходят в жизни, да? Удивительные. Знаете, есть такое выражение – миллион за улыбку. Миллион. У вас такая улыбка, за которую можно отдать миллион и не один. Да. Откуда эта улыбка? Мама улыбалась так? Нет. Я очень похож на отца, наверное, от него. Обезоруживающая улыбка. Просто… Да, да, да. Вы знали, что это ваше оружие, когда с женщинами общались? Нет. Не это оружие, да? Я не знаю. Это правда, что вы были влюблены в Клавдию Ивановну Шульженко? Очень, да. Она была соседкой Ольги Воронец. И я говорю, познакомь меня с ней. Вот два человека было у меня, которые преображались во время игры. Она и Джулета Мазина, некрасивая женщина была. Обе некрасивые. Да. Мы к ней зашли. В комнатная квартира маленькая. Да, на чай пригласила. Я сказал, я говорю, я в Африку еду. Она сказала, Вахтанец, я вас спрашиваю, принесите мне флакон Магрифа. Духи были такие. Я так оправдался. Поехал, и нигде Магрифа нет. Все есть, кроме Магрифа. А, кажется, его изъяли вообще. В каждом магазине я какие-то хорошие, я целый мешок ей привез с этих духов. Она все откладывает и ищет Магриф. Я говорю, и было. Экстраглаза певица была. И тоже не голоса, правда? Нет. Ничего. Казалось бы, да? Бернес. Да. Пахан наш, Утесов. Вы были знакомы с Бернесом и Утесовым? С Бернесом я познакомился в лифте. Я, кажется, идем в один дом, потому что не знали. Он дружил с братом моего отца. А тогда на мне дубленка была. Я вместо премиальных денег сказал, я говорю, отдайте все нуждающиеся страны. Мне одну дубленку дайте в Болгарии. Ну, какой грузин без дубленки? Да. Вот. И я в дубленке. Он так на меня смотрит. Ну, левит маленький такой. Друг так. Говорит, можно потрогать? Он сказал. И мне не понравилось это. Он так потрогал. И мы на одном этаже вышли. Когда он подошел, я говорю, вы в Гиле идете? Георгий Яковлевич. Я говорю, да. Он вас не узнал? Где это? Узнал. А потом, ну, там уже понял, там сказали ему. А Утесова. Я говорю, неужели вот мне так не повезет, что я один раз его не потрогаю. И был Сабантуй в доме актеров в Цедре. Я с какими-то своими коллегами разговариваю. И вдруг вижу, все обернулись. Идет Утесов. Уже плохо ходил. И за ним целая толпа по этому холу. И он так шел, 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 шел и подошел прямо ко мне. И говорит, Вахтанчик, ты больше не Вахтанг, ты Вахтанг Бернес. И ушел. Я такой, знаю, счастливый. Я говорю, наверное, я что-то делаю правильное, я не знаю. Все-таки интересное поколение было, да? Утесов, Шуженко, Бернес. Очень, очень. С ними ушло что-то, правда? Такого уже не будет. Как не будет, не, никогда. Уже все. Во-первых, что поют. Что пишут, что поют. Если я американскую музыку хочу слушать, я буду американцев слушать. Зачем мне эти ударения менять? Банальный вопрос. Я представляю, какие не толпы, а полчища женщин, поклонниц, за вами ходили? Пойвал. Женщин много у вас было? Ну, я думаю, да, наверное. Любовь большая была? Не. Я, мне это не очень нравится, но я однолюб. Это так, потом с возрастом понял. Сейчас у меня другой синдром появился. Я все время боюсь, что она вот когда без меня остается, чтобы что-то с ней не случилось. Все время звоню, все время как-то. Она красивая у вас балерина? Взрослая мы уже, понимаешь. А она злится. Что-то так это, беспокойся, все нормально, все. Пока тебя нет, со мной ничего не стучится, она говорит. Да. Нельзя, вот у нас в шоу-бизнесе очень этот момент присутствует, когда у своих друзей жен забирают, что-то бегают туда-сюда. Во-первых, ты не имеешь права обижать близкого человека. Как-то по-другому даже. Но если влюбился, скажи честно, не порти, и уйди. Не надо там считать квартиру и это. Да, я так думаю. Может, я не прав, не знаю. Вчера передача была. Очень год участились в странах ухода из жизни пожилых людей. Они одновременно придумывают какой-то вариант и вместе умирают. Очень трогательно было это. Я так подумал. Наверное, у них там дети, у них свои семьи, не очень о них думают. Мне не нравится, когда отдают дом престарелых родителей. Мир капитала. Да, да. Страшно это. Я сейчас все свое имущество, что у меня есть, не очень много, но все равно я все распределил по внукам. Все написал, все расписался, все. Сейчас, говорю, можете меня из дому выгнать, если хотите. Гол, как сокол. Да. От вас зависть. Если я правильно воспитался, меня пока не будете трогать. Мало ли, все может произойти. Не трогают? Зачем они должны между собой ссориться из-за этого? Не трогают пока? Нет, пока нет. Я вас когда-то спросил, или вы до сих пор хотите Ларису Ивановну. Вы мне сказали, что настоящий мужчина, пока он мужчина, должен хотеть Ларису Ивановну всегда. Да, да. Вы хотите до сих пор Ларису Ивановну? Ларису Ивановну хочу. Чем дети занимаются? Ну, старшивка, она же… у нее все нормально там. Дочка… она же работала в театре, что-то разговаривали. Это как академическом. Снимала с нескольких фильмов. Талантливый человек очень. Ее сын, Георгий Старший Внук мой, он сейчас работает в такой корпорации «Сокар» нефтяная. Он сейчас… он сейчас директором по газу, по Грузии. Он заканчивал в Лондоне университет, потом защищался в Канаде. Умник такой. Средний внук поедет, наверное, к отцу, хочет стать звукорежиссером очень. Вот там есть вузы, да. Я говорю, интересно учить, конечно. Младший тоже в американской школе. Я думаю, что младший будет за старшим ухаживать. Он другой совсем. Такой мужик, мужиком, много не говорит. Недавно ко мне пришел, я говорю, хочу работать. Я говорю, зачем? Чтоб карманы и деньги, говорит, были, мне неудобно. Я живу, тебя не буду просить, он говорит. Дети вам помогают финансово? Хотят, но я не… Такая я могу, зачем мне? Ну, они у меня ничего не просят, никогда. Сами даете? Ну, сами иногда там. Ну, сейчас я ему… Я знаю, что ему компьютер нужен был, у него не было улачева. Я ему это вот такой счастливый. Все. Не, они хорошие ребята очень, очень хорошие. Обожают бабочку, маму, любят. Вы, Вахтан Константинович, очень мудрый человек. Вы вот сегодня поняли уже, в чем смысл жизни, ради чего стоит жить? Я рассказывал эту историю? Нет. Про сапожника? Нет. Есть такая передача на московском центральном телевизоре «Острова». «Острова». Это история жизни известных людей. И они… Это канал «Культура». В общем, мне позвонили, мы хотим снимать с вами 45-минутный документальный фильм. Я говорю, о чем? Придумайте причину, я вам скажу, да или нет. Одну я говорю, я вам скажу, что такое жизнь? Она говорит, о, женщина. Лауреат Государственной премии, умница такая, Таня. Корбут. В общем, приехала группа с двумя камерами и со всеми делами на неделю. Снимали мы в городе, снимали дома, снимали. Здесь последний день уже сидим дома. И она вдруг неожиданно говорит мне, а у вас, говорит, среди бизнесменов есть близкие друзья? Я говорю, один есть. А там напротив меня маленькая сапожная будка стоит. Маленькая, вот как этот шкаф. И у него паркинсон, в свою погвозь не попадает, мучается. А мы с ним очень дружили. Он был на лет 15 старше меня. Я говорю, у него обувенный бизнес. Бизнесмен? Да. Она говорит, а можно с ним поговорить? Хочешь, я сейчас на работе, вот здесь офис у него. Они когда не увидели, поняли, что это. Уже все. И подошли, открыли дверь, он сидит. Абубаджа, привет, армянин. Я говорю, да, Сандро. Вот я говорю, приехала, и ты включили сразу. Группа, я говорю, из канала «Культура». Их интересует, я говорю, такой вопрос. Что такое жизнь? И он вдруг сходу неграмотный человек абсолютно. Он сказал. На этот вопрос даже Лев Николаевич самостоин не мог ответить. Он сказал, она там упала. Вот так и заканчивается этот фильм. Вы тоже не можете ответить? Нет. Ради чего стоит, собственно? Вот разве Александр стоит, например, эта маленькая дизей? Я не знаю. Это же не дураком сказано, посадить дерево, дом построить, спой песню. Это все взаимосвязано. Я счастливый человек, что я занимаюсь тем, что мне интересно делать. Это большое счастье. Могло быть все по-другому, да. Вы своим здоровьем сегодня довольны или нет? Сегодня очень недоволен. Меня за что-то наказывает Бог. Наверное, какие-то грехи есть, которые я не могу пока понять. Меня два дня один раз заряжают батарейки. Я в свое время, когда мне сказали, не обратил на это внимание, на почки. А сейчас уже это все. Сегодня врачи пришли, принесли хенес и каньяк. Я лежу там, поздравили с народным, тосты говорили. Вот такие ребята. Я когда-то делал интервью с блестящим художником-карикатуристом Борисом Ефимовым. Ему было в тот день 107 лет. Я говорю, извините, простите ради Бога, я вам задам очень плохой вопрос. Вы о смерти думаете? Он говорит, ну что вы, абсолютно невинный вопрос. Я этот вопрос вам задам. Он, на самом деле, философский, глубоко. Я думаю, что о смерти любой думает. Вы о смерти думаете? Как это будет? Когда? Я думаю, что... Единственное, я не хочу так умирать, чтобы я кого-то мучил бы в доме. Когда лежать в больной, это очень тяжело для близких. Есть народы, которые к этому относятся как к празднику. В Латинской Америке. В Азии. Да. Я ее не боюсь. Это мне трудно объяснить. Потому что у меня своя философия. Если бы я не родился, мы же на эту тему не говорили бы. Это счастье, что мы появились на свет. Наслаждаемся жизнью, поем песни, что-то пишем, что-то делаем. Детей родили, воспитали. Это надо быть благодарным за то, что ты появился. Умереть легче, чем родиться. Наверное. Умереть легче. Умереть. Умереть. Умереть, чтобы не видеть слез твоих. Тогда все будет нормально. И сразу через несколько дней опять был такой. Потом мы на эту женщину, мои друзья, вышли. Она говорит, пошутила. Что за шутка в интернете? Когда-то вы мне говорили, что пишете мемуары под названием «Лицо кавказской национальности». Хотел, да. Но потом мне стало неудобно. Очень много друзей у меня, которым это не нравится. Зачем? В совсем другую сторону потянуло. И сейчас для меня я называю эту книжку «Они». Больше о них, чем обо мне. Такие белые вороны. Как навелки получились. Очень интернациональные. Там много национальностей, разных необычных людей. Вы дописали ее уже? Мало осталось очень. Я просто два года не притрагивался. Сейчас опять начали говорить на эту цепь. Я говорю, давайте заключим договор. Я через месяц там книгу готовлю. Интересная книга. Вам интересно писать было ее? Я же не хотел этим заниматься. Очень. Меня уговаривали напишем. Я не люблю мемуары, когда пишут. А я думал. А когда я одну историю вспомнил, вдруг я понял, что через меня надо на этих людей выходить. Это интересно. И пошло покатилось. Очень быстро писал. Две трети там уже ее можно печатать. Одна треть – все готово. Просто вот сейчас я говорю, пока мы со мной не закручиваем договор, я не буду процентами бегать. Я вам скажу, вот стоит рубль купи, хоть за миллион заработай. Я буду сам покупать. Ну там тоже жюльо сидит такое серьезное. Ты лучше меня знаешь. Вы в юности мечтали художником стать? Вы что-то рисуете? Сейчас уже нет. Ну так. Очень хотел. Почему-то я все время рисовал карикатуры. Почему – непонятно. Видно, все-таки что-то представлял для себя. Очень часто ходу моим друзьям, близким. У меня много художников. Друзей сажусь, они выползают, небриты, смахнули. В Грузии прекрасные художники. Ползают, начинают рисовать. Я так завистью смотрю. Какие вещи слили. Хоть бы мы пели, этим не занимались. Они говорят. Старый хлеб, там что-то у них, консервы какие-то. Вы стихи же писали, правда? Писал, да, что-то. Сейчас пишете стихи? Ну вот, когда песня нужна мне какая-то, ну, какие-то не стихи, это такие тексты рифмованные. То, да. Первую ночь я писал пять песен. Все популярные очень. Ну, например? При первых двух бутылках водки. Не люблю я стариков, ныщих, скучающих. Не люблю я плачевших, попусту мечтающих. Человеку жизнь дана только до мучения. Ты наперекор судьбе живи в наслаждении. Старики-разбойники, милые соколики, ночуны прекрасные, ухажеры страстные. Так живите и здравствуйте. Жизнь-то бестратичная. Сами себя радуйтесь, ведь она не вечная. Ваша песня? Ваши стихи? Да. Я недавно у Назарбаева был там, другом не говорил. Спой эту песню, Махтенко. Какой старик-разбойник. Я совершенно с дикой просьбой к вам обращусь. Вы знаете, по ту сторону экрана очень много людей, тысячи людей, миллионы людей, которые любят ваш неповторимый тембр голоса, которого нет больше ни у кого. Может поэтому и любят, что такого тембра больше нет. Что-нибудь напеть? Моя мама пела эту песню. Я только припев помню. Потом переведу о чем. Варди это роза. Пульбули соловей. Вот такая песня. Завяли эту красавицу розы лепестки. И соловей начал горько плакать. А поэт говорит, ты не плачь, соловей. Потому что придет весна и опять заплетет роза. Я оптимист. Я думаю, что все будет хорошо и у нас, и у вас. Это не вечное то, что сейчас происходит. Вообще на шарике нашем. Поэтому надо жить с песней, любовью к ближнему, уважением к соседям. У нас сегодня такая беседа была. Иногда слезы стояли в глазах и ком в горле. Вы часто плачете? Я заметил одну вещь, что когда я смотрю какой-то фильм и там с детьми что-то происходит, у меня наворачиваются слова. Я вдруг переключаюсь в настоящее время. Как будто это не экран. Понимаете? Это возрастное, наверное. Бывает. Бывает такое. Я, Александр Константинович, очень благодарен вам за интервью. Наоборот. Я поздравляю вас с тем, что вам присвоили звание народного артиста Украины. Спасибо. Я вообще не сторонник любых званий. Я тоже. Но в вашем случае все звания не имеют смысла, потому что вы просто народный артист. Артист, которого любит народ. И это уже не отнять. Что бы кто ни говорил, вы уже вошли вот сюда, в самое сердце. И оттуда никогда не выйдете. Когда я позвонил, я говорю, я народный артист Украины. Ты что, собираешься там остаться? И вы знаете, чтобы закончить нашу беседу на такой мажорной ноте, я знаю, что вы непревзойденный рассказчик анекдотов. Так как вы рассказываете анекдоты редко, кто рассказывает. Я бы попросил вас в конце рассказать анекдоты. Я бы одну рассказал, но как это слово заменить чем-то? Мы его запикаем. Запикаем, да. Хорошо. Женщина есть, но своя. СССРовское время. Время цеховиков, воров. И в один еврейский дом звонит или звонок в зверь. Он вышел, такой респектабельный мужчина, в шляпе, при галстуке, с портфелем. В флаше стоит такой весь из себя. Он говорит, вам кого этот хозяин там? И говорит, квартира такая, да. А в чем целый, я из налоговой полиции. Побивел, пасинел, бедный. А что такое, говорит? Мне, говорит, интересно. У вас есть домашний фотоальбом. Ну правильно, все. Знаешь? Я говорю, а что проблема? Нет, проблема, говорит, нет. Меня просто, говорит, прислали. Говорит, вашу семью боюсь кого-нибудь пропустить, говорит. 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 Субтитры подогнал «Симон»